Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Сейчас в сети интернет якобы появилась сенсация. Рамиль Шамсудинов, солдат-срочник, расстрелявший восьмерых своих сослуживцев, якобы признал свою вину. Мне хочется прокомментировать вот это вот известие наших продажных СМИ. У меня перед глазами письмо отца Рамиля Салимжана Шамсудинова. Я хочу вам зачитать его. Здравствуйте! Хочу пояснить некоторые моменты, что пишут в СМИ. Следственный комитет Министерства обороны комментирует. Перед судом Рамиль признал свою вину в содеянном, о чем меня стали спрашивать многие журналисты. Отвечу сразу, что Рамиль с самого начала не отрицал своей вины в содеянном и рассказывал следственным органам все, что происходило в части, где он служил. Некоторые моменты основные он и мне рассказал. По его показаниям в дальнейшем был осужден на два года условно старослужащий Руслан Мухатов. Совсем недавно были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении офицера Пьянкова и еще одного старослужащего по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью обвиняемых. В дальнейшем в суде неизвестно, какие еще факты неуставных взаимоотношений вскроются. Через месяц после происшествия часть, где служил Рамиль, была полностью расформирована, тем самым ограничивая доступ к информации как для защитников, так и для меня. Я даже не мог туда дозвониться и до сих пор со мной никто из командования из той части не связался. Судьба офицерского и командного состава части нам до сих пор неизвестна. Понесли ли они какие-то наказания? Скорее всего, просто перевели на другое место службы и все. Со слов защитников Рамиля, результат проведенной с ним судебно-психолога психиатрической экспертизы может являться недостоверной, так как не хватает некоторых материалов для дачи полной и объективной оценки состояния Рамиля во время совершения им преступления. Рецензия экспертизы показала, что Рамиль, который не доедал, не спал трое-четверо суток подряд, подвергался физическому, психическому и моральному насилию со стороны дедов и офицеров в течение трех месяцев, то есть в течение длительного времени. В следствии чего, во время совершения преступления Рамиль мог находиться не в адекватном состоянии и не отдающим отчет своим действиям и мог пребывать в состоянии глубочайшего аффекта. Экспертиза была проведена существенными нарушениями, не в пользу Рамиля. Институт Сербского отказал адвокатам в выдаче недостающих материалов для проведения исследования экспертизы, хотя ранее адвокатами были получены разрешения для рецензии исследования экспертизы. В связи с этими обстоятельствами адвокатами будут заявлены ходатайства о проведении дополнительной судебно-психолога психиатрической экспертизы, но в другом учреждении. Также со стороны защиты в суде будут допрошены солдаты-срочники, с которыми служил Рамиль, и эксперты, которые проводили рецензию экспертизы. Суд состоится с участием присяжных заседателей. Предварительное слушание начнется 29 сентября этого года. Единственное, что можно отметить, положительный момент из этого письма Салимжана Шамсудинова, отца Рамиля Шамсудинова, то, что будет все-таки суд с участием присяжных заседателей. Вот это, я считаю, положительный момент, безусловно, потому что нашему правосудию я лично не доверяю. Напишите в комментариях, доверяете ли вы нашему правосудию. Как говорится, гуманный наш суд самый в мире или нет? У меня большие опасения на этот счет. Я считаю, что наш суд негуманный. Всего, всего в российских судах сейчас оправдательных приговоров 0,36%. 0,36%. В сталинские времена 3% было оправдательных приговоров. Практически в 10 раз больше. Вот эти цифры говорят очень ярко. Сами за себя, что называется. Вот еще такой момент. Друзья, вот обратите внимание, часть, где служил Рамиль Шамсудинов, расформировали. Это говорит о том, что в части была дидовщина и неуставные отношения. Это, безусловно, говорит об этом. Обратите внимание. Следующий момент. Руслана Мухатова осудили всего лишь на 2 года условно. Солдат, который издевался над Рамильем Шамсудиновым, получил 2 года условно. И выплатил потерпевшим по 500 рублей. Это просто насмешка, плевок в сторону пострадавших ребят, которые страдали вот от этого морального урода Мухатова. Следующий момент. В институте сербского у меня есть информация, что над Рамилем опять пытались издеваться там. Уже врачи. Обзывали его всячески, оскорбляли. Выводили на эмоции. Понимаете? Вынесли в итоге решение не в его пользу. С нарушением, как говорят адвокаты, видите? С нарушениями. Именно поэтому действительно надо проводить независимую психолого-психиатрическую экспертизу. Я считаю, что обязательно надо проводить, конечно. Настаивать надо, да. Ну ладно, друзья. 29 сентября начнется суд над Рамилем Шамсудиновым. Уже скоро 11 месяцев пройдет с того момента, как было вот это вот чрезвычайное происшествие произошло. Друзья, я буду безусловно следить за судьбой Рамиля Шамсудинова. Буду освещать события суда над ним. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. С вами был Олег Бурылов.